Покажи, на меня направь. Слушай, какая зимняя сказка. Красивый зонт. Стоит 800 рублей. 800 рублей. А 15 и 25 числа бывает скидка 20%. Можно приобрести буквально чуть больше 600. Но это полуавтомат. А вот полный автомат стоит 289 рублей. Это полный автомат. Наверное, из-за расцветки не очень. Давай, мы сейчас магнит-косметика. Ну вот этот уже без колпачка. Это полностью автомат. Чуть меньше 400 рублей. Ну и тоже красиво. Беленький такой, позитивненький. Вот уже автомат. Полный. То бишь... Ага. И как грамошка их надо спрятать. Здорово. А еще если 20% скидки, вообще прилично. Уже на этой скидке не будет. Уже есть 40% скидка. Да. Угу. А еще здесь, здесь, тоже полуавтомат за 550. Ой, какая киса. Два кучка. Красота, милота. Вот. Ну, это тоже... Ну, зато здесь спицы такие прочные. Угу. Он такой попрочнее, видимо. Ветром его не выломает. У нас здесь это... 549. Питер, ветер очень сильный. Угу. Постоянно замку выворачивает. Так. 549, а 15-го будет, наверное... Скидка 20%. Значит, минус 100 рублей. Ну, чуть больше 400. Там, где хорошо. Ой, смотри. А этот по этой же цене. Он уже полностью автомат. Гороший такой. Как мой рюкзак. Оригинальный. Что-то меня от него зарябило. Не крути его. У меня в голове кружение. Ой, правда. Укачала. Укачала. Странный какой эффект. Ну, паник, жизнь не Титаник. Я тебе несу месседж. Меньше вещей. Да как это без вещей-то? Вещь нам отлегчает жизнь. И украшает. А что внутри? Может быть, там какое-нибудь есть условие, при которых разрешат? Больше впечатлений. Это для тебя. Это моя, да. Точно. Мой девиз. Хотя вещей все равно много. Кота-патра. О, кота-патра. Она открывается? Да. И там что написано? Египетская сила. Какая же ты роскошная. А у меня вот время отмечать. Отмечаем. Ты просто супер. Так. Это что, тетеньки, на всех всего бодипозитивного. Ага. Релакс. Свечки. В ванной. Посмотри, можно в ванну кинуть лимон. И ты уже крутая. Цветами обставится. Свечами. Вот. И с пожеланием всегда быть в ресурсе. Ну, котики, это вне конкуренции. Да. Это просто... Это всегда котики. Мяу. Дуй сюда. Ну, что? Сейчас идем за молочком. Я выдыхаюсь. Пойдем за молочком и будем... Отмечать. Молочком. Молочком. Ну, здесь есть кофа. Кофа. Вот президент. Я такой пью по скидке. Мне тоже он нравится. Паулинг президент. Ну, что поделать. Да. Не курим, но пьем. У нас есть слабости. Тем более пьем, так кофе. Так, давай возьмем. Ой, целый набор. Симпатичные какие. Вот это? Да. И сколько стоит? 85. 85. Ну, я не знаю. А это что? Это тоже молоко, что ли, как раньше? Тоже молоко. Смотри-ка. Вкуснотеева. 29. И я не хочу пока. А это что? А сливки. Вкуснотеева. 34. Какие же скидки на эти всякие ездят? Ну, я такие не люблю. Правда? Почему? Ну, я люблю вот внизу, чтобы было вот эти я люблю. Но они почему-то говорят 59, это у них типа по скидке. А в пятерке 56 без скидки. Вот эти чудо я люблю. Вот внизу варенье. А я вот эти люблю, с стаканчиками. А я вообще пескаревский люблю, чтобы не сладкий, а вот такой солененький, зернистый творожок. Да, вот такой. Как тут открывается шайтан-машина-то? Вот, открывай. Ага. Такой мне нравится. Почем творог? 55 рублей. Одна штучка. 200 грамм, да? Да. Так они уже на 100 рублей. О, поехали, поехали. О, как думаешь, купить брынзу? Брынзу, конечно, купи. Ой, слушай, а здесь 33, а я покупала по 60 с чем-то. Ну, чуть-чуть, 100 грамм. Вот эти вот я люблю, тоже желтая лилия, или как он называется, золотая лилия. А здесь нету чернослив в шоколаде. Самая моя любимая конфета, чернослив в шоколаде. Вроде бы. Да? Да. Вот это не они? Нет? Нет? А, нет, мне кажется. Какие-то дикие зайцы. Какой-то сувени. Странный зайц. Но они большие, мне кажется. Вот это вкусное, мне кажется. Лёвушка мне нравился. Лёвушка, а они, скажите, как мне кажется, золотые чернослив в шоколаде за 134. Чернослив в глазури. Вот это, да? Да, да. Вот это мои самые любимые. Она тяжёленькая? Она тяжёленькая, значит, толстая эта металла. Да, здорово. Если можно снять ручку, это здорово. Это уже как кастулька. Да. Сколько это у нас стоит? Ну, 619, может. Ну, мне кажется, вот эта, видишь, она и лёгкая. Нет, она не лёгкая, тоже тяжёлая, но она поменьше. Она такая, видишь? Ага, ну ты как-то с банками понежнее. Хорошо, хорошо. Буду нежнее. Сама нежность. Да. Это повыше. Это действительно как кастрюлька уже. Угу. Термокружка. Я термоса люблю, а термокружка всё-таки быстро оставая. Не пробовала? Неа. Не, у меня термос и хороший, и с драмсала. Мне достаточно. Скидка. 100, 129, 90, ну, 130. Да, 94. Ну, бурый же, бурый. И 800 грамм. Манка. Купа манная. Может, кашку завтра сделать. 75. А сколько весит? Не знаю, грамм 900. 800, 800. А здесь 49,99. А сколько весит полкило? Весит. Так, это ж надо выглядеть. Даже очки. А, 800. Здесь тоже 800, да? Тогда и молоко надо, раз манку купила. Пошли за молоком. Пошли. И покупаю, и покупаю, и покупаю. Кстати, скидка. Скидка, ага, ура. С грибами. Если не вижу, значит нет. Да, не вижу, говорю. Не вижу, нету, нету, говорю, кубиков, потому что я их не вижу. Эко, эко. Будет кашка у меня. Эко, нива. Ультра пастеризованная. Вот я люблю, чтобы пастеризованная все-таки. Она хорошо хранится. Ага. Знаешь, я тоже решила взять кубики. Кубики это хорошо. Кубики с курочкой. Ага, ага. Нектарины. Вот такие штуки. Я пойду еще куплю. Узбекские нектарины вкусные. Можно ходить? Подождешь? Очень сочные. А почем они? Я уже не помню. Чебе света. Давай тебе бронзу взять. Брынзу важнее, чтобы садеет бронза. Так что давай, сторожи. И бронзу возьми. А, нет, напитина 150. Нектарины по 150. Очень сочные. Они очень неказисто выглядят. И маленькие, и какие-то зелененькие. А такие неожиданно очень вкусные. Да, очень вкусные. Они как будто бы не доведевшая Антоновка какая-то. Или как сливы какие-то. Совсем не привлекать не видит. Вот такие вкусные. Я потом через день побежала, и их уже все раскупили. А, так все знают, значит, да, что это? Теперь уже все. Да. Брынза 159. Не знаю, мне кажется, мне не должно понравиться. Все. Молочко. Кофе. Чернослив. С манкой и молоком. Вот. Ну, как всегда, как будто и не уезжала. Сумки, пакеты, шопинги, пятерки, магниты, дикси. Ирина, ну, все в дом, все в дом. Мы же все-таки животные какие-то. Прожорливые. Прожорливые, да. И главное, пупенька самая минимальная. Молоко, сыр. Ой, не говори. Я вот на обед отварила себе одну картофелинку. Взяла две маринованных помидорки. Хлебушек намазала горчицей. И думаю, как же я мало кушаю. А почему я так много трачу? Ну, опуская еще вопрос, когда все говорят, вы так мало едите. Чего вы такая толстая? Я уже даже это не спрашиваю. А вот почему я так много трачу? Вот где собака порылась. На завтрак вот у меня будет две ложки крупы манной и полстакана молока. И полстакана воды. Это будет кашка. Откуда такие расходы? Не понимаю. Ну, я очень вот люблю фрукты. Фрукты дорогие. Да, мандарин и узбекских нектарин. Они вкусные. Да. А я сегодня еще помидоры не покупала. Тоже помидоры очень люблю. Помидоры дорогие. Так что все очень необходимо. Да. Я тут подумала. Ну, ты же ерунду всякую вырезаешь правильно. Да. Монтируешь. Что-то стала вспоминать, когда вот мы с тобой ездили в жемчугую плату. У меня такое ощущение, что у вас столько многое выпустено, говорю. А ты это все сотрешь, ладно? Да, конечно. Мне же надо авторитет умной дамы беречь. Поздно. Вот. Поздно, дорогая. А то, что глупость, я говорю, это от жары. Конечно. Это все от жары. Это не мы виноваты. Это не потому, что я глупая. Потому, что у нас все иссохло. Да, даже мозг. Да. Первым делом мозг. Первым делом. Ой. Бока, к сожалению, остались. Да бока не сохнут. Бока упорные. Надо этим, как там, всяким научным деятелям придумать комара, который бы отсасывал не кровь, а жир. Кошмар. А что? Не надо советовать. Научные деятели не слушайте ее. Они сейчас придумают тебе какого-нибудь этого. Кентавра. Кентавра-вампира, да. Прожурливого. У меня такие комары в Дрансале были. Наташа, ты таких не видела. Милые, интеллигентные. Сядут на стенку и смотрят. Ни разу, ни один не укусил. Ты понимаешь? Смотрят, наверное, жалостливо. Ну, я не знаю. Но я таких просто больше никогда не встречала. Вот. Ну что, пора по домам или что-нибудь еще у тебя припасено умного? Ой, Ир, только глупости. Откуда взять умного? Да. Откуда взять ума? Ну, ладно. Я тогда пошла. А вот у тебя сейчас девчонки умные. Так девчонки на дачу уехали. Сережка их на дачу повез. Это к бабушке или... Да, да. На даче, Люда говорит, им просторно, хорошо. У них там есть этот надувной бассейн. Бегают. Дома ты из дома не выйдешь без родителей. А там хорошо и ягодки. Вот. А Дима? Тоже поехал. Так что я там одна дома холостюю. Бедная, одинокая. Какая ты бедная, да? Совершенно. Мне напишут, внуки от тебя сбежали. Ну, все, взяла свои сумочки. Все, давай, Наталья. Да. Хорошо, спасибо за прогулочку. Замечательно выгулились. И тебе спасибо. Угу. Мамочку навестили. Тоже счастье. Ну, давай, все, счастливо. Ага. Созвонимся, спишемся. Ага. Ну, или я в гости приду. Приходи, конечно. Вот, и до рада. Ну, целую. Давай, пока-пока. Как быстро шиповник осыпался. Посмотрите. Только вчера еще был белый-белый. Ой. Ну, все, друзья. Всех обнимаю, всех люблю. Всем счастья, здоровья, добра и процветания. Гармонии, радости и благополучия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok